Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Костя Суханов. Сегодня передо мной прекрасное произведение, известного многим курдского автора Амарики Сардара, в прекрасном переводе небезызвестной Нуре Сардарян. Благодаря знакомству с этим произведением я даже решил, что пора. На ютуб-канале «Актер Костя Суханов» наконец-то появится еще один плейлист, который будет называться «Для детей и взрослых». Как вы уже, наверное, догадались, произведение будет подходить любому возрасту без ограничений. Я бы назвал его народным сказанием, которое будет понятно каждому человеку на нашей планете Земля. А все произведения автора Амарики Сардара, которые прочел именно я, вы, конечно же, сможете также найти в отдельном плейлисте на ютуб-канале «Актер Костя Суханов». И, конечно же, они есть на всех десяти площадках, где я публикую свои аудиокниги. Но сейчас не хочется отвлекать слушателя от прекрасного произведения. Скажем об этом в конце. Итак, поехали! Амарики Сардар. Асмар. По народным сказаниям. Перевод с курдского Нуре Сардарян. Как рассказывают люди, жили муж и жена. Мужа звали Ахмед, а жену Асмар. Асмар была очень сварливой женщиной. Она была такой скандальной и языкастой, что, повстречая ее голодный горный волк, не поздоровилась бы даже ему. Несчастный Ахмед не знал, что ему делать со злым языком жены. Бьет? Бестолку. Упрашивает и уговаривает? Тоже бестолку. Все бы ничего, да вот только дети у них были. И бедный Ахмед, как говорится, попал между двух огней. Ни Асмар не может выгнать, потому что дети останутся сиротами. Ни жить с ней не может. Оттого, что больше нет никаких сил. Очевидцы рассказывают, что стоило Асмар открыть рот. Как Ахмед затыкал уши и убегал из дома. Но убежал бы он из дома раз. Убежал бы два, но три раза. Но ведь каждую минуту, каждый час не убежишь. И несчастный Ахмед думал, думал, ломал себе голову, но никакого выхода не видел. Несколько раз спробовал выгнать жену из дома. Ну, бесполезно. А он ее в дверь, а она в окно. Ну, что с такой было делать? Из-за длинного языка Асмар к ним перестали ходить все соседи и родственники. Мало того, несколько соседей, что жили поблизости, и вовсе ушли жить на другой конец деревни. Так и осталась семья Ахмеда одна денешенька на этой окраине. Однажды вечером Ахмед возвращается домой. Чуть выше деревни замечает колодец. Долгое время стоит около него, думает о чем-то, а потом возвращается домой. На следующий день Ахмед под каким-то предлогом приводит жену к колодцу. «Асмар», — говорит он. «А ну-ка посмотри туда. Кажется, на дне что-то блестит». Когда Асмар наклоняется и заглядывает в темную глубину, Ахмед толкает ее и сбрасывает в колодец. «Там тебе место», — говорит Ахмед. «Пока не наберешь сумму разуму, не укоротишь свой язык, я не вытащу тебя отсюда. Обещаю, что морить голодом тебя не стану. Каждый день буду приносить хлеб и воду. Этого вполне достаточно. Но я не завидую этим стенам. Как они несчастные выдержат такое соседство?» Говорят, сколько Асмар не уговаривала его, сколько не клялась, что укоротит свой язык, что изменится. Ахмед не поверил, повернулся и ушел домой к своим детям. «Пусть Асмар останется в этом колодце, стенам которого не позавидуешь, а мы вернемся к Ахмеду». Каждый день он брал хлеб и воду и относил к колодцу. Все это привязывал к тонкой веревке и опускал вниз. Он нарочно не пользовался веревкой потолще, чтобы Асмар не могла уцепиться за нее и выбраться наверх. Сколько времени продержал Ахмед жену в колодце, нам неизвестно. Пусть это останется на его совести». С каждым днем Ахмед вся сильнее и сильнее чувствовал, как тяжело одному растить малых детей. Он видел, как его дети до этого такие живые и озорные, тоскуют по матери и с каждым днем тают, как маленькие свечечки. Однажды Ахмед сидел, опустив ноги в еще теплый тандур. Грелся, а на его коленях пристроился младший сынишка. Малыш сначала сидел тихо, а потом вдруг повернулся лицом к отцу и жалобно спросил «Папа, а мама когда придет?» Слава сына так подействовали на него, что он долго не мог найти себе место и в конце концов для себя решил «Хотя бы ради детей, но завтра пойду и вытащу Асмар из колодца». На следующий день Ахмед берет большую корзину, длинную веревку и идет к колодцу. «Ой, ты проклята, Асмар!» — кричит в глубину Ахмед. «Скажи спасибо своим детям! Я ради них достаю тебя отсюда!» «Не то я поклялся, что даже кости твои не увидели бы белого света и там же прогнили бы!» Говорит он в сердцах, привязывает корзину к веревке и кидает в колодец. Когда корзина оказывается наверху, Ахмед смотрит и от ужаса холодеет. Страшное зрелище предстает перед его глазами. «В ней сидит огромная змея, которая вся съежилась и смотрит на него испуганными глазами». «А, человек, спасибо тебе!» — говорит Ахмеду змея человеческим голосом. «Ты спас меня от языка, Асмар! И я твоя должница!» «Проси у меня, что хочешь! Я выполню любое твое желание!» У перепуганного Ахмеда язык не поворачивается что-то сказать. Он только стоит, вытрущив глаза, и молчит. Видя, что он не может вымолвить ни слова, змея говорит ему. «Я заклятый враг человеческой породы!» «Обычно я незаметно подползаю и намертво обвиваю людям шею». «Сейчас я направляюсь во дворец к вашему падишаху. Я повью шею его дочери. Он созовет лекарей, ученых мужей и ясновидцев. Но я не отпущу ее!» «Падишах окажется в безвыходном положении. И тогда ты иди к нему и скажи, что можешь вызволить его дочь. Он, конечно, тебе разрешит, и когда ты войдешь в ее покои, Скажи мне вот какие слова!» «Диво дивное! Оставь эту молодую девушку в покое! Пусть себе спокойно живет! Я ее оставлю!» «Отец в знак благодарности будет готов осыпать тебя дарами. И тогда проси у него, что хочешь. Это и будет моей расплатой за то, что ты спас меня от языка, смор. Напомни, я послушаю тебя только один раз. Если в каком-нибудь другом месте я побьюсь вокруг чьей-то шеи, И ты придешь, клянусь, Я так ухушу тебя, что ты упадешь замертво. Итак, помни о нашем договоре только один раз. Раз, слышишь, только один раз. И змея стремительно выскальзывает из корзины И неслышно уползает прочь. Ошеломленный Ахмед берет свою корзину и веревку И, оставив осмар в колодце, возвращается домой. На следующий день по всей округе разносится слух, Что змея прокралась в покое дочери падишаха, Обвивая шею и не отпускает. Чего только не делают! Каких только не созывают лекарей, Ученых мужей, ясновидцев! Как только не бьются, чтобы что-то придумать И вызволить бедняжку из этой беды, Но ничего не получается. Змея девушку не отпускает. Падишах в отчаянии дает обещание, Кто, мол, мою дочь вызволит, Я исполню любое его желание. Ну, после такого обещания Люди потоком стекаются ко дворцу, И каждый пытается освободить девушку, Но ни у кого ничего не получается. Слух о змее, обвившейся вокруг шеи девушки, Доходит и до Ахмеда. В один прекрасный день он набирается смелости, Идет ко дворцу падишаха И говорит привратникам, Что пришел освободить его дочь. Эта фраза так часто звучала в последние дни, Что слуги даже не торопятся пойти И доложить своему хозяину О приходе очередного спасителя. Когда, наконец, ему докладывают об этом, Падишах распоряжается, Чтобы Ахмеда пропустили. «Сынок», — говорит ему Падишах, «знай, что я очень люблю свою дочь. Если ты освободишь ее, Проси у меня все, что душа пожелает. Но если нет, Я прикажу отрубить тебе голову». Последнее время я немало повидал таких, как ты. Они приходили, уходили, Но так ничего и не сделали. Я устал от этого. И для того, чтобы всякие лгуны и мошенники Больше не приходили сюда И не бередили напрасно мои раны, Я должен тебя наказать, Чтобы это стало для всех уроком. Ахмед отвечает, «Хорошо, Падишах, Пусть будет по-твоему». Падишах отдает распоряжение, И слуги отводят Ахмеда В покое его дочери. Ахмед заходит и видит, Вокруг шеи девушки Обвелась та самая змея, Которую он вытащил из колодца. Змея тоже, в свою очередь, Косится на Ахмеда И сразу узнает своего спасителя. Ахмед вспоминает те слова змеи И говорит ей, «Диво дивное, Оставь эту молодую девушку в покое, Пусть себе спокойно живет». Змея тут же ослабляет свою хватку, Тихонько соскальзывает с шеи девушки И стремительно уползает прочь. Падишаху сообщают радостную весть о том, Что Ахмед освободил его дочь. Радостный отец нетерпеливо спешит в ее покое И видит, дочь его цела и невредима, Стоит в сторонке и смотрит на Ахмеда Влюбленными глазами. Увидев Падишаха, Она кидается ему на шею и говорит, «Отец, вот тот человек, который меня спас!» И указывает на Ахмеда. Падишах подходит к Ахмеду, Целует его в лоб, Благодарит и говорит, «Ну а теперь проси, сынок, чего хочешь, Я готов исполнить все, что ты пожелаешь». Благодарю тебя, мой Падишах, Да процветают твои дни, Мне ничего не нужно. «А ты женат?» Спрашивает Падишах. «Я женат, но моя жена умерла», Отвечает Ахмед. «Ну раз так, тогда, мой дорогой Ахмед, Я благословляю тебя и мою дочь. Будьте счастливы! Я поклялся, Если тот, кто освободит мою дочь, Будет неженатым или же вдовцом, Я отдам свою дочь этому человеку в жены. Ты ее спас, И по Божьей воле Она теперь твоя. Идите и будьте оба счастливы!» И Ахмед становится зятем Падишаха. Его имя у всех на устах, Все кругом только об этом и говорят, И слух о том, Как он спас дочь Падишаха, Распространяется повсюду, Даже в соседних странах. Но однажды настаёт тот день, Когда становится известным, Что одна змея Обвилась вокруг шеи дочери Падишаха, Правящего страной по соседству. А надо сказать, Что между этим Падишахом И тестем Ахмеда Были хорошие добрососедские отношения. И вот отец несчастной девушки Направляет к тестью Ахмеда Своих гонцов и просит, Чтобы тот послал своего зятя К нему освободить его дочь. Падишах зовёт к себе Ахмеда И передаёт ему эту просьбу. Ахмед пугается не на шутку И понимает, Что оказался в безвыходном положении. Отказать не в силах, Но и пойти тоже не может. Ведь змея наказала, Что может послушаться его Только один раз. И как теперь ему быть? Ахмед ломает себе голову, Долго думает, думает, Но так ничего и не придумывает. Отчаявшись в сердцах, Говорит сам себе, Путь что будет, пойду, Деваться некуда. Уж лучше смерть от укуса змей, Чем позор на всю жизнь. И сев, Фаэтон Падишаха Трогается в путь. По дороге тоже много думает, И в самом конце пути Ему в голову вдруг Приходит одна мысль. Падишах радушно принимает гостя, Сам приводит его к покоям Своей дочери И хочет вместе с ним Зайти внутрь. Но Ахмед не пускает И говорит, Что должен войти туда один. Когда Ахмед открывает дверь И заходит, Смея бросает на него Жгучий взгляд И грозно шипит. Ведь я сказала тебе, Что только один раз. Ты зачем пришел? И испуганный Ахмед Одним духом выпаливает. О, несчастная, Я пришел сюда Не для того, Чтобы просить Отпустить эту девушку, А для того, Чтобы предупредить тебя, Что Асмар Выбралась из колодца И теперь Повсюду тебя ищет. Не успел Ахмед Договорить, Как змея Мгновенно Соскальзывает С шеи дочери Падишаха И тут же Исчезает. С тех пор Змею в этих краях Больше никто И никогда Не видел. 1974 год. Автор Амарики Сардар. Перевод с курдского Нуре Сардарен. Это произведение Станет первым В новом плейлисте На ютуб-канале Актер Костя Суханов Для детей И взрослых. И, конечно же, Все произведения Амарики Сардара В поддельном плейлисте На ютуб-канале Актер Костя Суханов. Всегда С любовью И огромным уважением К слушателю. Читал актер Костя Суханов. Дорогие слушатели, Слушать аудиокниги, Скачивать их Или смотреть Эксклюзивные Видео-версии Аудиокниг Можно Совершенно Бесплатно. Воспользовавшись Любым из ресурсов, Которые я Для вас Сейчас Перечислю. Эти ресурсы Являются Официальными Ресурсами, Где аудиокниги Выкладываю я Костя Суханов. Удобнее всего, Наверное, Слушать на телефоне, Поэтому начну С телеграма. Там можно Слушать аудиокниги С выключенным Экраном телефона И заниматься Своими делами. Ну и, конечно, Скачать их При желании. Появляются Чуть-чуть Попозже, Чем на ютубе, Но Ютуб не вечен. Никто не знает, Что с ним будет Завтра. А телеграм Никуда не пропадет. Обязательно Подписывайтесь, Чтобы найти канал С бесплатными Аудиокнигами В телеграм, Достаточно В поиске Телеграм Ввести Аудиокниги Читает Костя Суханов. Это канал. Существует Также Беседка В телеграм, Где 24 часа 7 дней В неделю Я нахожусь На связи Со слушателями. Очень теплая Ламповая Атмосфера Присутствует. Называется Чат Беседка С актером Костей Сухановым. Добро пожаловать, Хорошие люди. Найти меня И написать сообщение Напрямую В телеграм Никаких проблем. Плюс 7 901 715 27 88 YouTube Канал называется Актер Костя Суханов. Ресурс Бусти. Там зачастую Аудиокниги Появляются Даже Чуточку Раньше. Этот ресурс Очень немаловажен Для людей, Которые Хотят Поддержать Выпуск Аудиокниг Находясь За границей. Потому Что Донаты Туда Работают По всему Миру. Просто В Бусти Вбиваете Костя Суханов. Там Будет Написано Аудиокниги Читает Актер Костя Суханов. Черно-белая Фотография С микрофоном И пальцем Вверх Это мой Лайк Вам. Яндекс Дзен. Канал Называется Аудиокниги Читает Актер Костя Суханов. Рутуб Канал Костя Суханов. Группа В Одноклассниках Называется Аудиокниги Читает Актер Костя Суханов. Группа Вконтакте Называется Просто Аудиокниги. Если Не Найдете Ватсап Или Телеграм Плюс 7 901 715 27 88 Я Пришлю Ссылочки. Сайт Акнига. Орг Сайт Книговухи Самые Популярные Специализированные Сайты По Аудиокнигам Ищите Исполнителя Константин Суханов По вопросам Рекламы По вопросам Эксклюзивных Поздравлений Для своих Близких Пишите Или Звоните Номер Телефона Плюс 7 901 715 27 88 Также Этот номер Привязан К Телеграм И Ватсап Эти Мессенджеры Работают И в них Я зачастую Отвечаю Даже Чаще Потому Что Во Время Записи Голосовой Помощник Частенько Отвечает За Меня Не Стесняйтесь Оставляйте Ему Свои Сообщения И Услышу Аудиокниги Бесплатны Только Лишь Потому Что Именно Вы Поддерживаете Мое Творчество Это Наше С вами Совместное Творчество Самый Простой Способ Поддержать Это Отправить Финансовую Поддержку По номеру Телефона Плюс 7 901 715 2788 Сбербанк Тинькофф Яндекс Банк Юмани Или же Если вы За границей То через Бусти Про Бусти Уже говорил Аудиокниги Я записываю Только Для вас Каждую Темную А самое Главное Тихую Ночь Всегда С любовью И уважением К слушателю Актер Костя Суханов Субтитры Субтитры